Девил Майкрай Создатель сериала давно переключился на Байонетту, но просто наблюдать, как его детище бьется в агонии, не может. Недавно он признался, что если бы взялся делать ремейк первой DMC, то получился бы самый потрясающий хэк-н-слэш в истории. И это уже не первый намек. В январе геймдизайнер заявил, что сейчас самое время для перезапуска. Надеемся, издатель прислушается к мольбам автора и фанатов и сделает все как надо. Тем более, что слухи о возвращении старого Данте уже мелькали. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. В сегодняшнем выпуске Microsoft устроит на E3 свое самое грандиозное шоу. Planet Alpha не просто очередной красивый платформер. Minit умереть за 60 секунд от монохрома. Достойно осовременить первую DMC смогла бы и Bluepoint Games, ведь ее Shadow of the Colossus без пяти минут лучший ремейк в истории. Недавно глава студии рассказал, что следующим ее проектом станет еще одна переделка, какая пока секрет. Команда хочет расширить штат и улучшить производство, в том числе для того, чтобы когда-нибудь сделать собственный проект с нуля. Куда тяжелее создать ремейк простым фанатам, и чаще всего мешают не отсутствие знаний или слабые технологии, а юридические сложности. Разработка The Capital Wasteland Fallout 3 на движке четвертой части шла гладко, пока не выяснилось, что взять оригинальные голоса из третьей игры нельзя, потому что права на них не принадлежат Bethesda. Собственная озвучка, по словам авторов, не вариант. Заменить Малькольма Макдауэла или Амонисона и правда сложно, так что не станем спорить. Моды по большому счету остаются уделом ПК. На консолях они доступны лишь для некоторых игр из кучи ограничений. Но, похоже, Microsoft собирается внедрить поддержку модификаций в сервис Xbox Live. Из текста вакансий не ясно, идет ли речь об играх для ПК в Windows Store или же для Xbox One. Подробностями наверняка поделятся на E3. В Лос-Анджелес Microsoft поедет во всеоружие. Компания заявила, что собирается устроить самое грандиозное шоу в своей истории. Мероприятие охватит даже соседнее от выставочного центра здания Microsoft Theater. И на основной территории появится отдельная зона, посвященная платформе для стримов Mixer. Что касается игр, то предрекают анонсы новых Halo, Forza Horizon, Fable и Perfect Dark. Кто-то еще помнит этот шутер с Nintendo 64? А Ubisoft может привести на E3 нового Сэма Фишера. Об этом заговорили после того, как на Amazon засветилась таинственная Splinter Cell 2018. Подробностей ноль, но еще в прошлом году глава компании Ив Геймо заявлял о планах на разработку новой части. А еще раньше возникли слухи о возвращении Майкла Айронсайда, того самого голоса героя. Не удивимся, если вместо Splinter Cell французы покажут какую-нибудь Just Dance 2019. К разочарованиям нам не привыкать, особенно после жестоких шуток таких людей, как Гейб Ньюэл. В прошлом году Valve подтвердила работу над несколькими проектами, а потом обрадовала карточный артефакт. В этом месяце руководитель снова заявил, что компания возвращается к разработке игр, а следом прозвучал анонс, чего бы вы думали, подписочного сервиса Dota Plus для Dota 2. За 4 доллара в месяц, или дешевле, если срок подписки будет больше, дают личного тренера, доступ к подробной статистике, эксклюзивному разделу в виртуальном магазине и ряд других бонусов. Фанаты уже взбунтовались, подписку называют ничем иным, как Pay2Win. Если честно, мы готовы платить по 4 доллара в месяц даже просто так, если Valve пообещает нам кое-что с цифрой 3 в названии. Трудно делать желанное для поклонников игры, когда ты сотрудник большой компании, но и вольным художникам часто приходится нелегко. Якубу Ружальскому повезло. Классическая RTS Iron Harvest в его дизель-панк-вселенной 1920+, уже собрала на Kickstarter в полтора раза больше минимальной суммы. На эти деньги команда сможет создать несколько сюжетных кампаний общей продолжительностью 20 часов, а если сумма перевалит за миллион, будет еще и мультиплеер. Авторы обещают сделать упор на тактику, избегать скриптов и не мучить игроков микроплатежами. В причудливом мире Iron Harvest на полях Первой мировой солдаты сражаются бок о бок с меха-роботами. Если вам этого мало, то скажем, что одним из лидеров своей страны тут стал Григорий Распутин, и за него дадут поиграть. Первая альфа стартует летом, а финальный релиз запланирован на конец 2019-го. Iron Harvest могла стать шутером или ролевой игрой, но авторы остановились на RTS. Такой удивительной жанровой гибкостью отличается и вселенная Warhammer. Причем спросом пользуются не только стратегии, но и экшены, о чем ярко свидетельствуют полмиллиона проданных за первые дни копий Warhammer Vermintide 2. 11 мая из раннего доступа выберется первый ролевой экшен во вселенной Warhammer 40 000 — Inquisitor Martyr. Отдельный повод для радости — полный перевод на русский язык от Буки. Фэтшарк и Неокор знают, как угодить фанатам Вархаммера, а Кофи Стейн может заинтересовать любого геймера независимо от предпочтений. И мы говорим не только о симуляторе козла, но и об этой забавной ящерке с повадками собаки из их новой игры. Что представляет собой Satisfactory и связана ли она со старенькой Sanctum, мы пока не знаем, но альфа-тест пройдет уже в мае. Столь же приятен глазу и платформер Planet Alpha, хотя в трейлере показывают не CG, а реальный геймплей. Но графика — не единственное достоинство этого гибрида Another World и Trine. Главная фишка в том, что игроку придется переключать время суток, чтобы решать головоломки. Например, в густых джунглях, куда едва проникает свет, грибы тянутся к солнцу, и их можно использовать как платформы. Выйдет это чудо в 2018 году не только на ПК и больших консолях, но и на Nintendo Switch. Если вы вдруг устали от буйства красок и тысяч полигонов на экране, взгляните на Minit. По сюжету герой умирает и воскресает каждые 60 секунд. И вовсе не от монохромной графики в духе предшественников спектрума, а от проклятого меча, и сохраняет при этом все найденные предметы. Выглядит простенько, но авторы обещают, что 3 апреля начнется большое приключение, полное испытаний и тайн. На 3 апреля планировался выпуск не только Minit, но и Pillars of Eternity 2 Deadfire. Пунктуальность это хорошо, но качество превыше всего, поэтому разработчики решили уделить еще немного времени полировке. Теперь ПК-релиз намечен на 8 мая, а консольный по-прежнему на конец года. Подождать придется и полноценного показа Shadow of the Tomb Raider, который состоится 27 апреля. А пока нам продемонстрировали только 20-секундную нарезку из кинематографического трейлера и подтвердили дату выхода 14 сентября. История о том, как Лара Крофт стала той, какой мы узнали ее в 90-х, напишет не Риана Пратчетт, а Джилл Мюррей. Радоваться, правда, снова нечему, ведь Мюррей прославилась посредственными дополнениями к Assassin's Creed. Остается надеяться, что сценарий получится хоть чуточку лучше, чем в фильме с Алисией Викандо. Какие проекты вышли совсем недавно и какие увидят свет на этой неделе, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». Если вам все надоело и хочется свалить на соседнюю планету в том самом кабриолете, то Surviving Mars вполне подойдет. Новую игру авторов последних Тропико называют одним из лучших градостроительных симуляторов за долгое время. Правда, багов в ней сейчас еще больше, чем в Cities Skylines. Но, надеемся, Парадокс Интерактив не оставит проблему без внимания. В бете мобильной Fortnite Battle Royale тоже хватает проблем, но их можно простить, ведь это большая и тяжелая игра, которая волшебным образом выглядит на iOS почти так же, как на ПК. А позже еще и обзаведется поддержкой кросс-мультиплеера с ПК и консолями. Релиз на Android немного задержится. На яблочных девайсах стартовала и закрытая бета Arc Survival Evolved от авторов мобильных портов Bully и GTA. И это не какое-нибудь ответвление, а полноценная игра, похожая на свои старшие версии. На Android тоже будет, но позже. Развлечься в мультиплеере с друзьями можно и без гаджетов Apple, ведь во вторник пиратский экшен Sea of Thieves наконец-то выберется из беты. Сейчас игра пустовата, но уже скоро добавят квесты гильдии Ордена Душ с новыми врагами-скелетами и первую живую кампанию с ограничением по времени. И это лишь скромный пункт большой дорожной карты. Веселье в кооперативе предвещает и пятничная A Way Out от автора Brothers A Tale of Two Sons. Это вовсе не симулятор побега из тюрьмы, а трогательная история о дружбе и самым дорогом в жизни. Так что погонями и драками дело не ограничится. За куцую графику создатель просит не ругать. Дескать, бюджет настолько скромен, что даже захват движений для героев ему пришлось делать самому. Еще теплее пятницу сделает ролевая Nina Kuni 2. В отличие от первой части, которая была временным эксклюзивом Nintendo DS, вторая выйдет сразу на ПК и PS4. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, как всегда в конце выпуска мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык. На 3D News вас ждут новости из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов. На прошлой неделе мы сражались с полчищами скавина в кооперативе Warhammer Vermintide 2 и смеялись вместе с чучелом в новой игре автором Machinarium, попутно пытаясь не лишиться рассудка. До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok